хоба привет с вами доктор влад и вам конечно она нас 0 градусов вам конечно интересно что это ответил ли кто-нибудь на мой вопрос вчерашний ну в общем точно не ответил никто но близко подобрался брониус он посоветовал ну то есть не посоветовал он сказал может быть это сувись суфийские песни ребята не совсем так но близко это тибетские песни я внизу поставлю ссылочку на одну из них посмотрите что мне нравилось в нулевых годах ну теперь надо новости что ли новости новости им так викторинбурге полицейские пришли в клуб где проходила закрытая эротическая вечеринка с профилактическим рейдом там все голы так ну ладно что еще какая-то фигня но опять суббота воскресенье очень мало новостей всеми польши всеми польши согласились что крым принадлежал россии дольше чем украине интересно а восточная пруссия и кенигсберг гораздо дольше принадлежали германии это будет учитываться дальше что еще опс великобритания война в украине больше более всего беспокоит главу мид великобритании дэвида кэмерона который в интервью назвал вторжение рф вызовом для нашего поколения по его словам это похоже на тридцатые годы когда мы не сделали достаточно чтобы остановить агрессию да нужно делать достаточно и дальше даже больше вот это еще в южном судане в результате столкновений это африка в результате столкновений между пастухами и фермерами погибли 39 человек какое-то сумасшедшее время черные времена так что еще пишут некоторые некие пенсионеры обратились в прокуратуру с требованием подтвердить подлинность президента да действительно это так оно и есть царь то не настоящий я вам уже рассказывал об этом о один из лидеров ксир ксир это что такое я себе специально пометил корпус стражи исламской революции так вот один из лидер лидеров был убит в результате авиаударов сша в сирии а у них там этих лидеров страшное количество как генералов в россии так что еще ульярин ульяновец ну житель ульяновска похвастался что на флоте научился не чувствовать боль и попросил ударить его ножом умер так хочешь жить счастливо живи тайна французская поговорка ну в общем да ребята помалкивать помалкивать надо меня вчера тоже поправили я говорил что русским нужно аккуратнее быть в комментариях я сказал ну вроде вроде украинцам не очень но меня поправили сразу что украинцам тоже надо помалкивать там видимо свое какой-то кгб работает так а вот кстати про украину интересно премьер-министр польши заявил нет проблемы с так называемой усталостью от украины у нас усталость от арбана сейчас здесь в брюсселе но вроде на него нашли управу так с 1 января этого года заработал в россии заработал новый механизм долгосрочных накоплений вы только не смейтесь но они запустили новый вариант лохотрон накопительной части пенсии а все прошлое накопление ушли в ноль как перестать ржать вот тут пишут а лет 7 8 назад они активно рекламировали финт ушами добровольно отчисляйте каждый месяц деньги на свой накопительный пенсионный счет а пф но пенсионный фонд их удвоит интересно сколько идиотов вляпались в этот аттракцион ups вот ребят смотрите что более 70 тысяч орков сосредоточила московия на левом берегу днепра похоже что готовится форсирование днепра не знаю но вроде так когда такая куча это комментарий когда такая куча народа находится в одном месте то становится хорошей мишенью ну в общем да так что тут еще у меня ну так опс это это заявил знаете кто а кто это заявил так президент зимбабве я никогда не допущу того чтобы моя страна превратилась в украину поехал мужик ну поехал совсем уже шо как как президент так идиот ну что такие времена а мы еще хорошего ругали он вообще он просто дурачок был так а вот интересная фотография я вам сейчас обрисую что за фотография не буду выкладывать в лом снимок сделанный в здании министерства обороны рф за 13 дней до начала с его на котором начальник штаба обороны великобритании министр обороны рф шойгу министр обороны великобритании и глава генерального штаба герасимов вот все они стоят но то же самое как вот перед той войной тоже русские с немцами фотографировались довольные вместе учения проводили это какая-то хрень ладно вместе стоят довольны да так что то у меня еще в абхазии из-за износа передатчиков работавших 70-х годов отключили аналоговое телевещание в котором транслировались российские первый канал и нтв это в бах в абхазии так что администрация волгограда потравить потратит 34 миллиона на закупку флажков в рамках программы по патриотическому воспитанию 34 миллиона на закупку флажков так ребята вот на все уже с ума сходят вот пишет один на твиттере ситуация жалуюсь голоса внутри моей башки активно разговаривают друг с другом а меня полностью игнорируют мне очень обидно да может это шутка а может и нет ну тут вот в ответ действительно шутка когда они еще начнут бухать без без тебя вот тогда будет совсем плохо так что у меня тут еще в усть-илимске иркутской области горит много квартирный жилой дом дом песня была усть-илимск на далекой таежной реке по моему пахнут он голикова голикова заявила что за пять лет количество семей с тремя и более детьми увеличилось в россии на 27 процентов и сразу итог представляете сколько же это мигрантов они завезли ну да у мигрантов там по 6 штук детей на 27 процентов что еще я заканчиваю в ссср все мечтали стать космонавтами современной россии многие мечтают стать бузовой разные времена разные нравы а прививает это все молодежи телевизор вы давно видели в телевизоре космонавта зато бузова там всегда да ну правильно чё еще то а ну и последнее у меня последнее что в рамках борьбы с лгбт пропагандой транссибирской магистраль будет при переименована в натурал сибирской транссибирской будет теперь натурал сибирской но все ребята пока до встречи собаки досыпают а ведь я сегодня рано что-то встал не спится кому не спится в ночь глухую пока